Всем привет! С вами Андрей Санар и сейчас я нахожусь на рыболовном фестивале, который проводит клуб ПКР и компания Экогрупп, которая выпускает много-много-много всего рыболовного. Соответственно, самая главная тема соревнований будет это ловля хищной рыбы на блесну, причем на блесны от Экогрупп. Блесны от Экогрупп, наверное, сейчас являются самыми рабочими фабричными блеснами, и они даже лучше многих дорогущих мастеровых, так что всем советую. Ну а мы сейчас начинаем подготовительный процесс. Что зигу-то кинул? Зигу ты, смотрю, кинул. Сейчас мы так славу подсечем. Ну вот одно отсюда, одно отсюда. Как они? Должны звучать, что? Да-да-да-да. Как почувствуете, что руку током так, вишу, снизу. Есть. И одно отсюда. Кручу-верчу, запутать хочу. Тима, не бойся. Отличное солнечко, отлично. Главное, главное, что она не падает. Да, это вот ее ценность. Это же из нее ничего не вываливается. Второй плюс. Удобно. Пальчиками взял, отстегнул. Ручки есть. Ценю оранжевые вещи, потому что они как бы хранят. Не забываются, не теряются. Это да. Не, в этом отношении, конечно, отчетник. Не, это штука уникальная. Я без нее сейчас просто не хожу. У меня как сонаровские эти, как талисман. Потому что если я не беру сумку, я не ловлю. У меня есть большая сумка, литров на 30, но она прямая, с прямыми батальями. А вот то, что у нее бортики загнуты, это идеально. Микро-рассказ про те блесна, которые пошли в раздачу, сейчас сделает Дима Прозоров, он же Дмитрий Снайпер. Он с помощью практически этих блесен совсем недавно почти завоевал кубок непал зимний. Чуть-чуть не хватило ему. Вот как раз одной из этих блесен ему не хватило, чтобы завоевать кубок. Он занял второе место. Шпрота сороковая и тридцать пятая килька. Блесна ловят. Блесна испытаны на всех водоемах. На микро-акунях, на лазарских акунях. В тридцать пятом размере. Это самое универсальное, что можно вообще было придумать. Есть в тридцатом. Она ловит только маленьких акуней, сороковая ловит только здоровых акуней. Тридцать пятая ловит и маленьких, и больших. Двадцать сантимов примерно не пойдет. Не пойдет. Думаешь? Должен идти. Ну, представляешь, как... Ну, может, на твоем сцеплении непеределанном, на звезде, может, будет тяжко. Ну, вот, друзья мои, был дан старт. И все выдвигаются к проверенным точкам. Сейчас тут гаишники подошли, судьи. Это проверка. Проверка на правильную или я блесну ловлю? Разрешено ловить вот только на блесны ЭКОПРО. Смотрим. Опа. Да, да, да. Это она. Шпрота, да, можно. Это не шпрота. А, хомса. Это новая. Новинка. Ага. А все запрещено. Почему? Дисквалификация. Это на новинке, конечно, буду. Следующего года новинка. Я из будущего. Да, да, да. Именно так и есть. Вы распугали всю рыбу. Вот пришли, блин. Да, да, да. Сейчас отойдем. Мы находим другому человеку. Вот так вот ходят строгие судьи. Проверяют на правильные или блесны. Идет ловля. Но у меня все в порядке. Блесны ЭКОПРО. Это хорошие блесны. И ловить на другие смысла просто нет. Вон где все скучковались. Ну все. Пойдем поджопничать. И судьи туда идут рыбу пугать. А, значит, уже этот поймал. Поймал, да. Ну, значит, будем поджопить. Так у него и саночки тайм-триал. И сумочка тайм-триал. Все у него тайм-триал. Ну, тут ловится вот такой окушок. Честно говоря, ловить мне что-то расхотелось. Поэтому сейчас буду гулять, снимать видео. Фестиваль длинный. Так что я потом еще немножечко половлю. За какие-то призы что-то мне бороться неинтересно. Поэтому просто поснимаю. Тут прекрасный солнечный день. Что для Питера и Ленинградской области это большая редкость. Ну, давай, на бис, поймай. Удобно, мягенько. Не загораживай солнце. Идея какая. Берем вот таким хватом. Пропускаем удильник, холостик, вот между двумя этими пальцами. Вот. И вот такой у нас хват получается. Вот вторую руку ставим вот так вот. Под, получается, под кисть. И, допустим, когда мы скажем так, она будет на счет передно. Вот. Делаем такой мах. То есть у нас, получается, как бы кисть не может пойти выше, чем дает сустав. То есть таким образом у нас получается всегда одинаковый подброс. А это повторяемость блесны. Что для окуня 90% успеха. Как правило, на 80-90% вот такого хвата более чем хватает, чтобы ловить окуня. Вообще не думая ни о чем. О, какой-то красноперый. Я смотрю, размерчик блесны побольше поставил. Да. А тут как? Так, пока. Все поклево. Спросил, все ли у него нормально. Судя по всему, у него все нормально. Отдыхает человек. А вот наша катана эрдечная. Только у нас полетело сцепление. И сейчас мы будем пытаться колхозным методом его восстанавливать. Только в нашем цирке. Ну что, пробуем? Сейчас глубина снега по ось, по сути дела. По ось. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, надоела мне рыбалка. Я уже свернулся, все закончил. А там спортсмены еще соревнуются. Рекорды ставят. Посмотрел я, у меня там два окуня, у них уже там мешок набитый. И подумал, а что мне с ними соревноваться? Поеду-ка я домой. Все равно интересно ловить или когда их точно можно обловить. Или когда хоть по крайней мере рыба крупная клюет. А тут ни того и ни другого. Так что досрочно покидаем это мероприятие. С вами был Андрей Сонар. Всем пока.